Опа! Чёрково! Здравствуйте! И по традиции на нашей кухне снова горят софиты. А это значит, мы будем готовить сегодня что-то новое, что-то вкусное и, я надеюсь, полезное. Кстати, спешу поделиться такой вот приятной новостью. У меня появился стеклянный противень. Купил я его вчера в магазине и собираюсь сегодня опробовать. А это значит, мы будем что-то запекать. А запекать мы будем куриные бёдра. В них есть кости и это, как вы знаете, мне не очень нравится. Но я нашёл маленькое решение, которое позволит сделать компромисс между мясом с костями и филейной частью. Что же я собираюсь делать? Я буду делать некую маленькую операцию при помощи остро-отточенного ножа. Да, рецепт хотел бы назвать курица по-техаски, но мы не в Техасе. Мы в городе Герои Москве и поэтому давайте я назову курочка по-лобнински. Не по-московски, а по-лобнински. Есть такой город, он похож на Техас. Такой вот подмосковный Техас, где тоже иногда гуляет шрифт с большими револьверами. Так что курочка по-лобнински, поехали! Одной из составляющей в успехе приготовления нашего блюда сегодня является остро-отточенный нож. Далее перекладываю курочку в жёлтый сотейник и начинаю её качественно промывать под холодной водой. Это тоже одна из составляющей в успехе качественного и вкусного блюда. Далее перекладываю курочку в прозрачный тазик. Сегодня у нас курочка будет по-лобнински, а значит никаких американских столов и кухонь. Сегодня вот такая простая русская кухня, где есть коробочки с приправами, коробочки с полсолнечным маслом, разделочная доска. И не буду более говорить, погнали готовить нашу курочку. Вытаскиваем из нашего тазика курочку на разделочную доску и начинаем операцию. Давайте посмотрим, из чего она состоит. Тут две косточки. Вот эта, эта косточка мне тоже не нравится, поэтому я её убираю сразу. На этих кусочках я уже её убрал. И что далее у нас следует. Далее у нас очень опасная и такая вот очень тонкая хирургическая операция. Надо, не повредив мясо, вытащить вот эту большую кость наружу. Сейчас мне это, походу, удастся и я объясню, зачем. Вот, косточку мы вытащили, вот такая, как в мультиках у нас. И далее аккуратно пальчиками, счищая с неё мясо, мы её не вырываем, но максимально достаем, чтобы вот такой у нас гриб под осиновик получился. Всё, вот у нас наша заготовочка для курочки по-лобнински готова. Всё вот это лишнее я обычно срезаю, потому что это, в принципе, жир и в целом не кошерно получится у нас. С приготовлением куриных заготовок мы закончили, поэтому время перейти к соусу. Для этого берём пиалочку средних размеров. Далее при помощи револьвера, отнятого у лобнинского шрифа, мы выдавливаем чесночок. Берём чайную ложечку, даже можно поменьше, приправы для курицы на основе аджики. Чуть-чуть буквально берём кунжутику. Далее мои любимые итальянские травы. Чёрный пеппер. Кетчуп можно любой. У меня вот такой вот к мясу на углях оказался в холодильнике. Его мы где-то около столовой ложки выдавливаем. Да можно и чуть-чуть побольше. И дабы придать остроты и пикантности нашему блюду, новое приобретение. Сирача. Острый соус. Странное название. Ну, давайте вот чайную ложку с горкой. Я его вылил. Всё это дело перемешиваем тщательно. И вуаля, выливаем его в нашу курочку. Стараясь для начала, чтобы всё равномерно, чтобы удобнее было перемешивать. Легло из пиалочки на кусочки курицы. Далее, не боясь запачкать наших рученик, начинаем всё это дело перемешивать. Очень-очень-очень приочень тщательно. Каждый кусочек мы проминаем. От этого зависят наши вкусовые свойства конечного продукта. Вот такая красота у нас получилась. Всё промазано нашим соусом и пора выкладывать курочку на наш стеклянный противень. Разложил на противне кусочки я тоже не просто так, не в абы какой последовательности, а ровненько косточка к кусочку. Далее у нас косточка к кусочку и косточка к кусочке. Кстати, вы успели заметить, что посредине нашей композиции высится некий колосс из картофеля. Да, это не случайно. Во-первых, первая его функция это такой маленький небольшой гарнир. Кожицу я с него не снимал, но максимально сделал её тоньше при помощи металлической губки. И второе, для чего нам понадобится наш картофель, это не дать кусочкам соприкасаться. Видите, он стоит как бы в центре нашей композиции. Ну что, плита разогрета, предлагаю всё это дело ставить уже в духовку. Опа, ну что, тут как всегда всё на максималочках. Я, как принято у лобнинских шерифов, сижу на картах перед плитой. Всё готово, наши заветные 50 минут, уже 49-200 градусов и без всякого гриля. Берём наш поднос и удачи ему. Первый раз, кстати. Ох, разогрето, даже страшно ставить. Ну что, пока-пока, а мы ждём. Опа, 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 пришёл наш любимый ученичок. Проголодался? Да. Что, в школе не ел, что ничего? Ела, но проголодалась. Сегодня вкусняшки, знаешь что сегодня? Нет. Курочка по-лобнински. Вау. Вау, ну давай раздевайся и к столу. Как раз она сейчас приготовится. Плита возвестила о готовности. Я дал нашему противню чуть-чуть постоять, чтобы подостыл. Иначе его нельзя доставать сразу из духовки. И спустя 5 минут я достаю, что у нас тут. Давайте поставим на плиту и рассмотрим по-лучше. Что же у нас получилось? Курочка очень хорошо пропеклась. Сейчас я возьму ножик и покажу, что к стеклянному подносу, почему я так его хотел, у нас абсолютно ничего не пригорает. В отличие от металлического. Картошечка у нас полностью пропеклась. И пора всё это дело подавать к столу. Этот кусочек по прожарести я положу Ксении. Этот кусочек давайте я возьму себе. И при помощи ножа также поделю картошечку на 3 равные части. Себе я возьму жопку. Дочери я дам сердцевинку. Вуаля. Опачки, не успел сервировать. Ученичок уже тут как тут. Ну что, Ксюх, пробовала уже или нет? Нет. Нет? Так пробуй. Как тебе курочка у нас по-лобнински? Очень вкусно. А форма как тебе? Не впечатлила вот эта ножичка? Как прям в Техасе, да? Круппа. Из дикой игуаны сделали, да? Да. И на вкус мягенькая. Одобряешь? Одобряю. Ну отлично. Приятного аппетита, Ксюх. Спасибо. Кушайте на здоровье. А я также сейчас присоединюсь, так как тоже голоден. Вот такой вот получился сегодня рецептик. Напомню, еще раз название канала сменилось на Мамкин Блогер. Мне кажется, такое название полностью отражает то положение дел, которое сейчас присутствует на канале. Я в стадии развития, так сказать, в стадии поиска себя, в поисках творческой составляющей. И если это все вам импонирует, норовлюсь я, норовлюсь те видео, которые я снимаю, ставьте лайки, подписывайтесь. Мамкин Блогер. Всем пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...